Дагестан В Дагестане сотрудники полиции задержали 23-летнюю закладчицу наркотиков. В приличном досмотре у жительницы Карабудахкенского района обнаружили 4 полимерных пакета с мифедроном. Девушка собиралась продолжать реализовывать запрещенные вещества через тайники закладки. Месяц назад она вместе с мужем были задержаны по подозрению в сбытии наркотических средств в особо крупном размере. Однако из-за наличия малолетних детей мерой пресечения был избран домашний арест. На данный момент возбуждено уголовное дело. Потом уже было безвыходное положение. Нас напрягали, хотели, чтобы мы отдали деньги. И безвыходность мы работали на этой работе. А в телеграме у кого брали? Мы не брали. Мы работали на кого-то. Королевство Саудовской Аравии будет пускать на большой и малый хадж только вакцинированных от коронавирусной инфекции паломников. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на газету Указ. Основным условием участия в хаджа является вакцинация от нового коронавируса, говорится в заявлении министра здравоохранения Саудовской Аравии Тауфика Арабия. В этом году большой хадж выпадает на вторую половину июля. В прошлом году из-за пандемии хадж совершили около 10 тысяч человек, из которых 30% были саудийцами, а 70% – проживающими в стране иностранцами. Паломники из других государств не были допущены к хаджу. С ноября прошлого года Саудовская Аравия начала постепенно впускать паломников не старше 50 лет на малый хадж с отрицательным результатом теста на коронавирус. Муфти от Дагестана объявил Всероссийский конкурс по книге «Благонравие праведников». Конкурс в формате тестов и письменных заданий будет проходить в три этапа. Первый этап пройдет 1 августа по местам проживания участников. Второй будет проведен 15 августа в городах и районных центрах страны. Наконец, финальный этап состоится 22 августа в Махачкале. Победитель конкурса получит каркас квартиры в столице республики. Призерам будут вручены ценные награды. Дополнительная информация о конкурсе по номеру телефона, который вы видите на экране. Первая выставка молодых художников открылась в Хунзахском районе. В экспозицию вошли работы о доселе неизвестных мастеров. Выставка приурочена к столетию со дня образования ДСССР. Графика, живопись и даже каллиграфия как искусство. Портреты людей, пейзажи и древние хунзахские обряды вдохновили молодых художниц и легли в основу выставки. А гости отмечали оригинальность и мастерство молодых ребят. Выставка ярмарка мастеров народных промыслов Кубачинское серебро открылась сегодня в Махачкале. Более 60 мастеров-ювелиров представили свои эксклюзивные работы в национальной библиотеке имени Расула Гамзатова. Побывала там и наша съемочная бригада. В таком наряде девушки танцуют на свадьбе своей подружки и невесты. Золото, серебро, драгоценные камни, национальные даргинские костюмы. Сегодня эту площадку можно назвать центром кубачинского искусства. Здесь и кораны с алмазной гравировкой, чайные сервизы с цветной эмалью. Авторские украшения, созданные кропотливым трудом. Несмотря на то, что изделия выполнены в национальном стиле, они актуальны и интересны любой женщине. Данные браслеты выполнены в технике филигрань. Здесь ставки из камней из аметиста. На этот браслет уходит, у моего мужа у Бедира, уходит примерно около 300 часов работы. Эти браслеты подойдут как и под традиционный наряд, так же и под современный любой наряд. Посетители мужского пола смотрят не на то, что ярче блестит, а на то, что всего опасней. Холодное оружие, сделанное из дамасской стали. Этот клинок назван в честь гиперзвуковой ракеты «Кинжал» и единственным экземпляром. Идолы, фирменные идолы, юсуповские идолы назвали, таких других нет. И есть шашка «Дикий дамаск» с пожеланием на арабском, тоже «Дикий битый дамаск» называется. Тоже в другом месте нет, тоже эксклюзивный. Этот карманный нож в карман, конечно же, не полезет. Весит он почти 6 килограмм. И изготавливают его в селении Харбух. Гигантский складной нож придумала женщина. Она единственная на весь Харбух женщина-мастерица по изготовлению холодного оружия. В ее руках кинжалы звучат не хуже музыкальных инструментов. Вот уникальное лезвие, поющее стало. Вот видишь, как она звонит. По словам организаторов, выставка не только отражает национальные традиции ювелирного производства, но и представляет туристический потенциал Дагестана. Выставка проводится в целях поддержки традиционного народного промысла, в целях поддержки туристического центра селения Кубачи, для того, чтобы популяризировать народные художественные промыслы и популяризировать это направление туризма в селении Кубачи. В программе ярмарки проходят мастер-классы по производству художественных изделий из драгоценных металлов и орнаментальному оформлению традиционных кубачинских платков КАЗ, приобрести оружие, украшения, посуду и предметы быта по ценам производителя и насладиться выставкой можно до 7 марта. В Дагестане будут развивать грибной спорт. Учредительная конференция республиканских федераций прошла накануне в Министерстве по физической культуре и спорту. На мероприятие пригласили гостей из Москвы, руководителей федераций из разных регионов, тренеров и мастеров спорта международного класса. Участники собрания единогласно проголосовали за создание федерации и утвердили ее устав. Руководителем общественной организации единогласно избран Магомедомин Гаджиев. В ходе конференции говорили о перспективах развития грибного спорта. Участники уверены, эта дисциплина, как и единоборство в Дагестане, должна занять свое достойное место. Во-первых, человек имеет большой опыт работы, организационной работы. Он и был долгим. Вообще, источником развития видов востока и единогласно является он. То, что мы сегодня видим результаты правительства в Дагестане, это его начало, в 80-е годы, когда были созданы федерации по характеру, уже санта и так далее. То есть человек, который имеет большой опыт работы, организационной работы, украинческой работы и грамотный специалист. Поэтому мы не имеем. Я предлагаю кандидатуру кандидатуры. Почему? Потому что он сможет организовать работу. На этом у меня все. Оставайтесь с нами.